Добрый день. Добрый день. Добрый. Рад вас видеть. Спасибо Христос. Ну как там у вас в Австралии? Это тепло? Ой, я уже мокрый весь. Я не знаю. Так у нас жарко последние две недели. Я устаю уже к четырем часам. Я сваренный уже. Все. Побегаешь и все. Все течет. 36, 32, 29. И солнце такое жесть здесь. И ультрафиолет. Ну в общем очень так скажем у нас здесь спокойно. Как говорится, как вы сказали, нас не терло. Давно нас не трусило или как-то. Что-то вроде. Но страна богобоязненная. Сравнительно. По-своему, по-английски, где-то по-католическим. Но, как вы сказали, вот едешь в национальный парк. По дороге смотришь, продаются овощи. Все упаковано. И коробка стоит. Там деньги лежат. Ну может долларов 300. И написано, что сколько стоит. Берешь, деньги ложишь и едешь. Вот так. Так и живем. Ну а мы вот еще смотрели. У вас в море там бывает то акулы, то что. Всякие змеи, скорпионы. Кто нам фильмы показывает и засрали это. А у нас нет этого ничего. У нас даже энцефалитных клещей нету. Комара нет никакого вредного. У нас абсолютно все чисто. Ни ополдней, ни цунами нету. У нас абсолютно чистое место. Вот удивительное место. Там акулы, какие-то змеи там у вас. И в море, и везде опасности. А у нас этого нету. Есть немного. Вот недавно мы не ездили на пляж, потому что 22 акулы зашло. Но, а как бы, и за ними следят с вертолетов. А где вы следите? Я туда не пляю. Я видел там у вас как-то вышел купаться один премьер-министр или кто. И потерялся навсегда по сегодняшний день. Это давно уже было. И там есть такие белуха. Она как разогналась. А он стоит ей на берегу. Ну маленько зашел так по поясу. Тамашин. И она его сразу раз. А она его снимала. И все, он исчез. Она его сразу утащила и съела. Это прямо у берега в Австралии. Где-то опять человек гибнет от акулы и крокодилов. Да. Крокодилы всякие. А у нас ничего нету. Нету. Просто все чистое. Тут птицы такие и зверюшки такие. Раньше волки были. Сейчас и волков нету. Ну ладно. Рассказывай. Так. Начну с конца. Заключил сегодня выгодную сделку. Вот. Я сегодня на крупную сумму купил большое количество свечей. На свою десятину. Я говорю. Я же деньги приглашу. Я их режу пополам. И пишу. Соедините разъединенные. И он должен бежать в банк менять их на все. Вот. А сейчас говорю. Или режу. Или покупаю свечи. Всех продавцов в зал пускай молятся. Свет там выключаете. И ставьте коробку. Ну. И пока не продадутся. Ну. Как бы. Чем могу. А. Все что там положат люди. То и ваше. Ну. Надо чтобы зарплату продавцов вам отдавали. Туда же ложили в коробку. Раз продавцы то будут молиться в это время. А зарплату продавцов пускай ложат туда в коробку. О. Да. Вот. Такая вот. Такая вот. Я не ожидал что он согласится. Но я сегодня уже с ним. Разговаривал с викарием. А молитва. А молитва. А Бог. Бог услышал тебя. Мы о тебе молимся. И вместе наша молитва пробила. Я молиться не умею. И я. Обо мне можно сказать это воздыхание. Бессловесное. Знаете. Так мы. Сам. Не то что я какой-то. Я сам. Прихожу в больницу. А там ряженое. Понимаете. Я вот как бы. Ну. Одет. И все. И все пикает. Мигает. А ну я. Я просто актер. Че ты пришел. Могу тебе как бы сделать хороший. Типа. Типа. Вот. Мы вроде как тебя лечим. Дочки матери какие-то. Понимаете. Ну. Ребята. Ну как же. У нас есть такие молитвники. Так слава богу. Давайте. Где они. Я уже. Два года. Полтора года. Хожу. Стою. А. С кем причащаюсь. Чашу делю. Я не знаю. И что это нормально. Я уже. И познакомился с кем-то сам. Люди от меня шарахаются. А ты что от меня хочешь. Нет. Подождите. Это же ваше хозяйство. Вы пред богом скоро представите. Все что у вас есть. А он богатый человек. Это вот то что у вас есть. А у вас ничего нет. Где ваши паспорт. Где души. Вы же должны сеять. А он говорит. А никому это не нужно. Я говорю. Да. А вы скажите. Что вам это не нужно. Им никому не нужно. А вы сказали. Вы сейчас скажете. Что вы сказали. И теперь у меня буклеты. Вот такие вот. Вот такой буклет. Это мы вместе с Пупкиным. С Пупковым Сергеем. Вместе. Редактировали его. Все подготовили. Вот. То есть здесь обращение. На все туда же положить. Чтобы в субботу. В 4 часа перед Синошной. Я написал так. Изучение Священного Писания. И христианское общение. И начинать с того. Что пришел. Я говорю. Я здравствуйте. Я Николай. Вы. Как вас звать. А кто вы. А что вы. То есть. Чтобы мы. В центре ставили. Именно хотя бы в этот час. Полтора. Чтобы у нас было. Христос посреди нас был. Кроме того. Что мы еще на богослужении. А у вас отдельно есть. Евангелие. Чтобы Божий был людям давать. Раздавать. Евангелие. Новый Завет. У вас нету. О нет. Да вы что. Это такие высоты. О которых только мечтают. Ну что. Так а у нас тут мы достаем. Есть Гедеоново такое братство. Там бесплатно дают. Ну. Скажем так. Где-то это можно в Библии. В принципе достать. Но их сами и протестанты распространяют. Да. Распространяют. Мы не нужны. А зачем мы им. А зачем мы им. Кто такие. Вы что. Это смех будет. А до того. Чтобы самим собрать деньги. Да. Закупить. И православный. Православный. На. Именно. Уже перевод нормальный. Он есть. В Америке сделали. Слава Богу. Потратить каких-то 10 тысяч долларов. Да напечатать. До этих висот нам еще далеко. А вот относительно этих буклетов. Николай. Вы на нашем сайте. Когда зайдете. Там книга у меня. К истинную православию. И там. О крещении. О покаянии. Обо всем там не написано. Оттуда можете брать. И одну тему разбить на несколько. Готовый материал. Из святых отцов. Из Библии. И каноны. Там все у меня есть. Материал капитальнейший. Я 40 лет собирал материал. Прямо. Я все аж читаю. Вы не переживайте. Все читаю подряд. И сплошняком. И получается, что. Ну. Знаете. Знания нужно в жизнь воотворять. Чтобы они становились изнутри. Мы же не знаем ничего. А вот тебе пожалуйста. А вот так вот. Как пожизните. Вот это решение. Тут решение. Люди принимают решение как попало. И вот эти знания не помогают принимать решение. Ну и. Естественно. Что внедрение в жизнь. И в своей. И в семье. И в семье работа. У меня же это. Община это только одна маленькая часть. А семья. Безбожники мы все. Понимаете. Я первый там из них. Вот. И. Ну. В общем. Как-то так. А самое еще у меня есть. Мы же все. Назарийской. Назарийской. Это такие. Которые исполняют закон. И Христа веруют. Троицу. Все. Но. Считаю. Что закон Моисеева. Также надо исполнять. По плоти в том числе. И там у меня еще беда с этими товарищами. То есть. Они там иконы хулят. И все такое. То есть. Получается. Что. Ну. Я сам. Со всеми своими страстями. Тоже. Как говорится. В центре этого всего. Самая главная беда. А вы никогда не видели такой ролик. Называется. Голубица моя голубица. Сейчас я маленько вставлю из нее. Маленько. Давай. Ну. В общем. Сегодня маленькие подвижки. Такие хорошие. Ну. А в семье тоже. Как детям говорить. Там написано. Не раздражайте. Я про него говорю. Вот это так. В семье еще. Как-то тоже. Что нужно проповедовать. И решили просто читать 15 минут каждую вечернюю. И в субботу мы читаем час. Ага. Вот. Я говорю это. Как по мне. В моем доме мы служим Господу Богу. Какие вопросы. Не могу требовать больше. Но слушать вы обязаны. Согласны. Согласны. Живите дальше как хотите. Все хорошо. Никаких вопросов. Слушать. А тут уже смотришь. У меня старшая там встречалась с каким-то парнем. И все. То есть все уже поставила его на место. Потому что. Она поняла. Что должна сказать так. Что я берегу себя для своего мужа. Вот. А ты кто? И когда так вопрос поставил. Она увидела всю его сущность. Вот когда она так сама поняла. Что нужно поставить. Вот так вот. Вот в этом вопросе. У нас, у мусульман надо поучиться. Это знаете тоже. Нельзя сразу прыгнуть на 100 километров. Мы такими по миллиметру ползем. Значит нам еще до мусульман 1300 лет идти. Да у нас общин нету. Поэтому никуда мы не идем. Мы просто скатываемся вниз. Если нет общинности. То все эти постулаты остаются словами. Вот. А богослужение ритуалом языческим. В общине только. Там где двое или трое там раскрывается Господь. А мы друг друга знать не хотим. Все равно каждый приходит. И с точки зрения своего эгоизма. И естественно конечно же. Вот эта машина православной церкви. Она как бы производит очень много служителей. И священнослужителей. Но Господь то всем то не дает по сердцу. То есть всякие выходят. Вот. И хорошие. И всякие. Но это подавая. Николай. А сколько человек к вам приходит на дом? Ну. Человек наверное сейчас две семьи. О. Так вот. Вы возьмите у меня материал. По которому надо заниматься. Называется пособие по изучению Евангелия от Марка. В третьем томе. Вот материал. Да все это есть. Да все это есть. Они мне так говорят. Мы. Они послушали. Говорят. Да. Звучит интересно. А почему ты считаешь. Почему должно быть именно так как ты говоришь. Вот такой у меня вопрос. Нет. Так там не надо говорить. Там Евангелие считают. И каждый может говорить как надо. Евангелие это неизменное. Евангелие. И там ты увидишь как у тебя община образуется. Евангелие. Красавчик. Пособие по изучению Евангелия от Марка. Вот что важно. Проверьте. Это уже больше ста лет работает. Ну. Большинство получается вот таких случаев. Мне говорят что ты не батюшка. И ты говоришь как бы интересно. Но ты не батюшка. И каждый. У каждого есть своя свобода. Верить и понимать как есть. То есть. Ситуация очень запущенная. Как это так. Каждый может что-то там себе понимать. Я не знаю. То есть. Я объясняю что есть писание. И есть его толкование. И вы мне говорите что я его толкую от себя. Я говорю что мы должны придерживаться православного пути. Это согласие. Согласное учение. Отцов. Все. Вот это вот то к чему мы должны быть. Интерпретация по святоотеческому преданию. Иначе мы с вами закончим. Мы рассыпемся везде как говорит Осипов как горох. И он прав. Слушают. Да. 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 Но ничего не делают. Но звонят. Говорят. У меня там проблема такая. Вот ты как думаешь. Ну. Я говорю вот так вот. Ага. Да. 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 Действительно. Ну то есть элементарный народ не научен. Там даже приблизительно. На работе какие-то склоки. Они друг друга обсуждают там. И это все приход. Внутри прихода. Я знаю. Я сам по себе никто. Но ищу себе хоть что-то. Я бы оттуда сбежал бы уже сто раз. Я столько раз хотел оттуда уйти. Но не знаю. И привезти их особо некуда. Была бы у меня там все сидели бы как у вас в платках. Так о. А кто я такой? Я толстый придурок. Понимаете? А вот вы ничем не владеете. К вам претензий нет. Как говорится. Как следить, чтобы самому оказаться недостойным. И вот это еще и для меня проблема. Потому что я недостойный. Ну в общем. Это как бы много флангов таких. Вот эта война такая получается. И много таких направлений. Действий. Там. Южный фронт. Северный фронт. И вот сегодня маленькая победа. В том плане, что уже 10 месяцев я переговаривал с батюшкой. Это викарий. Это второй человек в Австралии. Иларион над ним. Вот. И я ему переработал по поводу торговли. Вашу статью. Я ее переработал. Чуть-чуть. Добавил. Усилил. Ну в общем они даже на телефонную трубку не поднимали. Они говорят. Ну ты же понимаешь. Вся епархия так торгует. Не знаю. Но разреши я тебе расскажу. Однажды один благощинный. Отец Александр Бурдин. Вызывает меня. У него в проспорте пещи сделать. Я это пещик. Русские большие пещи сделать. Ну а сам поехал там разбираться на отца Геннадия Фаста. В Енисейске. Нападки были. А мне дал двух своих торговых. Которые торгуют. Церкви-то. Ну они мне глину замешивают. Подают. Ну и я говорю одновременно. Он вернулся через полтора или два дня. Начинается богослужение. Ну а там что. Иконостас. Там дубовые иконы. Там такие. Он слышит какой-то шум. Он посылает по на моря. Говорит. Там еще какой-то шум в церкви. Он зашел. Батюшка. Да как в церкви-то никого нету. Все говорят. О. Кассы столпились. Почему? А продавца нету. Всем надо покупать. А где они? Там Юлия и Надежда. Город Красноярск. Он посмотрел. Они в стороне стоят. Молятся. Они подошли. А почему вы не торгуете? Так нельзя торговать. Это же грех. Христос выгнал продающих и покупающих. Они со мной. День работали. Или полтора дня. А он пришел и говорит. Батюшка. Они не идут работать. Торговать-то. А народ-то не пришел-то не в церковь, а к торговому ящику, к свечному-то. Он говорит. Ну я сказал. Говорит. Я с Игнатьем говорил. Что я вытащу ящики в другое место. Внутри храма не будет. Но сегодня надо торговать. А Игнатьев сказал. Ты можешь умереть здесь сегодня. И они ни с места не двигаются. Он как разобиделся. Да он мне что сделал-то? Литургия не идет. Никто не... Отказаться не может оторвать людей-то. Я говорю. Вот в этом вы себя и должны увидеть теперь. У вас церкви-то нету. А есть комок в верте про сбойников. И вы питаетесь грехами народа. Вот вы точно указали. Я уже думаю наперед. И представляю, какие нестроения это вызовет. Я представляю. Оно все оголяет. Оно все оголяет. Вот мне приходит это... Тоже тут работало у меня. Говорит. Ты знаешь, я лишилась Божьей поддержки. Я крестик потерял. Все. Но я уже не христиан. Я говорю. У меня вообще крестика нет. Я его не ношу. А это плохо. Я ношу Господа крест у себя на сердце. Нет, нет, нет. Ты уйдешь с сектанты. Еретиком будешь. Надень крестик сегодня же. Ну, надену и что это изменит. Я-то надену. А не надо думать. Когда надевают крестик при крещении, никогда не снимать даже в бане. Я в тюрьме не снимал. Это напоминание. Нет, ты не умничай. Смотри, Николай. Крестик надень. Без креста какой же ты православный-то? Это знамь дается. Обязательно надень. Послушайте меня. Ну, я объясню логику этого всего дела. Почему? Потому что человек должен надеяться на свое раскаяние. То, что он делает, может, он что может? Ну, хорошо. А зачем креститься тогда? Я в душе верю. Зачем в храм ходить? Лев Толстой говорил, не надо этого ничего. Я в душе верю. Это понимаешь, это маленькая ступенька отступления. А крест, это не маленькая. Это большая. Надень обязательный и проверь домашний, чтобы все носили крестик. Сатана, говорит Иоанн Златоус, он боится даже смотреть на крест. Это палка, которой били собаку. С этим я согласен. Ну да. Это обязательно крестик неприкасаемый. Ты можешь ходить там как угодно у себя, но крестик чтоб был. Без крестика какой же ты православный? А тут я к тому, что вы вдумайтесь в ситуацию, когда у человека вроде бы и крестик, и православный, и этот крестик это именно распятие, потому что и Христос изображен, и подписан, что это Христос, и подписан, что это Бог. Ях, ну на греческие две буквы стоят, на сзади вот это, по-русски как это, нимб, да, на нимбе три луча, как есть, и подписано сущий, две буквы, вы же знаете, да, Ях. Только на греческом это А и Н, по-моему, фактически. Вот, все подписано, все правильно, то есть это не так, как католически просто. Ну и что? То есть, а где Христос? И даже просто, нарезать священника просто, и то это уже напоминание, это крест. Это уже честно, чего-то. Это знамение на небе явится перед пришествием Христа. Меня просто удивляет, насколько люди полагаются, вот именно, могут сделать кумира даже из такой святой вещи, как крестик. Когда отнимаешь, и оно уже умерло, потому что не тренируешься. Знаете, как убрал, убери от рака внешний скелет, он весь расплывется, как медуза, потому что внешний скелет. А это получается, то есть нет тренированного сердца, вот именно в раскаянии, в повонуждении. И сердце полагается на внешние вещи. Крестик поставить, просфорку там, святая водичка. Во, все сделано, внешний скелет, вот этот вот. А внутри медуза. А вот надо, чтобы внутри было. О, вот поэтому-то я и говорю, что я его отниму, чтобы я чувствовал полную беззащитность. Нет, нет. И чтобы я мог только опереться на газонодушку. Да не начать опереться, там пустота, только ее не видно. Крестик-то видно, а пустоту в душе не видно. Вот некоторые рассуждают с сектанты, баптисты, а что борода спасает? Главное, это внутренно, чтобы был. А внутренно-то это идет от внутреннего, внешнего. А посты зачем, посты зачем, зачем вы долго стоите, молитесь. Я кого знаю, кто кресты сняли, просто кресты, все ушли в сектанты до одного. Ты на день, прям сегодня, прям сразу же, сейчас. Это ограждение нам, это слава Христа, это язва демоном, о нем написано на большом распятии. Понимаешь, как будто я в душе, а в душе это отступничество. Нет, я согласен, это есть опыт, который общий, и мы о нем можем говорить. А есть опыт индивидуальный, и все пути люди, так как мы залазим все в разные свои щели, то мой личный опыт, который я никому не рекомендую, был таков, что я пошел через это для того, чтобы оторваться от таких вещей, которые я ложно могу поставить себе галочку, что я защищен. А мне, может быть, лучше подумать, а что я сделал сегодня, а как я подумал, а че я перед Господом, а что, возле меня ангелы стоят, не то, что себе крестик какой-то, какой там сатана. Так, у нас есть... Но это мой личный опыт, и мы это должны разделять, как то, что есть общее рекомендуемое. Иногда говорят, вот хорошо, куриный бульон есть, да, но один съел и умер, друг у нас. Так, вот давай прочитаем, запиши себе, Матфея 23, 23. Ивангел от Матфея. Запиши, я сейчас прочитаю, или вы сами прочитаете, Матфея 23, 23. Да, сейчас открываем. И запиши, Лука 11, 42. Запиши, потом прочитаешь. Хорошо, давайте, по сути, какие... Вот что вы можете мне еще... Я сейчас прочитаю, подожди маленько. Матфея, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмины, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. То есть, вот ты об этом говоришь. А Господь дальше, то есть, точка запятой, говорит, сие надлежало делать и того не оставлять. Матфея, у Луки считаем, горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Теперь сие надлежало делать и того, о чем впереди говорится, не оставлять. Ты о крестике сказал правильно. Ты научи их правильно жить, но и крестик не снимай. И того не оставляй. Правильно. А то иначе... Ну, это... Дай дураку Богу молиться. А тоже одни говорят, как... Какое отношение к иконе? Если ее хочет кто-то поругать, так за нее жизнь положить надо. А если приходит дурак, начинает молиться ей как деревяшки, как идолу, так надо перед его глазами взять и разбить. Не надо. Не надо. Вот. Ну... Ну, хорошо. Что мы... Медный змей. Медный змей разбили, а то повелел, Господь мог сделать. Нет, нет, икону он не велел бить. Николай, подожди, смотри. Вот, допустим, ты любишь что-то. Ну что, возьмем очень-очень ценное. Ребенка. Да я за ребенка, да я голову положу то-другое. Это идол настоящий. А раз идол, убей его тогда. Так не рассуждается. Ты ему расскажи, что это менее важно, чем то. И того не оставляй. А не так, что люди на этом спотыкаются. Они на всем спотыкаются. Ребенка убить, а в счастье... Они не признают литургию. Они не признают, что это тело Христово. И что теперь? Должим мы литургию убрать? Нет. Я вот вам сказал, я за иконой. Икона должна быть на самом видном месте и везде. Почему? Потому что это наше упоминание, Господи. Это посредник. Он всегда... Вот я вот сейчас, мама ко мне приехала, знаете, родители, все, и я вот... Она, ну тяжело, тяжело с родителями. Все, вот пожилой человек, и от Бога тоже как бы далеко. Но это мы как бы любовью берем и заботой, и это все меняет. Но опять-таки иногда не сдерживаешься, и вот увидел все, и замолчал. Не-не-не, это очень важно. Но само по себе дерево и краска не имеют никакого отношения к Богу. Никакого не имеют, да? Вставай еще минут. У тебя знания ограничены очень. Ну, вы имейте в виду, что сами материальные вещи святости, святость свою приобретают за счет изображения. С этим я тоже соглашусь. Но это не ребенка убить, все-таки мы говорим не Господа прославить, а спасти душу. А вот давай запиши, запиши еще. Премудрость Соломона. Это 14 глава, 7 стих. Благословенно дерево, через которое бывает правда. Благословенно дерево, это образ Божий, Матерь Божия, изображенная икона. Надо научить правильно поклоняться. А не рубить, не все. Как-то один раз только сделал, Господь отнимет благодать, и завтра скажет, неужели я мог поклоняться деревяшкам. Это не деревяшка, это образ. Написано, благословенно дерево, через которое бывает правда. Ни один сектант этому не верит. Благословенно оно, это дерево. Дерево Христа, животворящего. Понимаешь, какое дело? А так, тень, тень даже Петра исцеляла. Она благословенно, тень у него была, а моя она не благословенна. Где я пройду тень моя, она никого не исцелит. Надо, вот если вы так будете учить, то не надо. Вы людей-то всех от себя оттолкнете, и батюшка говорит, не зря я его боялся. Это я чувствовал, что он еретик. Вы этого никогда не делайте. Вот смотри, Христос пришел, он ничего не стал разрушать, только торговлю выбросил. И сам принял обрезание. Обрезание-то ничего не давало, оно только указывало. И он сам в сорокадневном возрасте был принесен посвящение, очищение, все по закону сделал. Я, говорит, пришел не нарушить, но исполнить. А там в законе было столько всего, и он нигде ничего не нарушил. Вот ошибка будет, смотри, пока далеко не зашел. Иначе ты просто потеряешь веру, а веры православной нет. У тебя остальные, это не вера, это самообман. Сектанты, ты не думаешь, что они там такие святые, я их знаю очень хорошо. Я ни одного дня не был баптистом, но у них проповедовала, мне разрешалось от них. И скажу, что Писание они знают очень плохо. Плохо, хуже даже некуда, как они его не знают. Они из-за процентности, да. Но вот то, что вы мне сказали, относительно... Вот как бы... Да, я согласен. То есть это аргумент серьезный, и я его полностью принимаю. Я, скажем так, никогда бы не разбил бы, и все такое, это понятное дело. Даже не говори такие слова. Тебя сразу выкинуть оттуда. Разве это можно? Заметь, ковщик, ковщик в Ветхом Завете был, там где лежали, скрижали. Скрижали, это была тень будущих благ. Тень, это только тень была. Закон был где-то водителем ко Христу, Павел говорит, это нянька, которая вела. Скрижали, это Слово Божие. А что они указывали? Указывали на Христа. Это Слово Божие. Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. Слово. А где лежали, скрижали? В ковщике, ящик обыкновенный, два метра длины. А что ковщик означал? Божью Матерь. Внутри ее он был, под сердцем носила. И вот мы считаем, первая книга царств, третья, пятая глава. Когда, ну, первая книга царств. Ну, люди-то слышали ковщик, а в глаза-то его не видели. Он стоит во святая святых. Но они его вытащили на поле битвы, и поражение было, и филистемляне его забрали. А потом, там, помните, догон, когда они занесли своему божеству. А этот ящик-то повлиял на них так, я ящик говорю этими словами. То их бог был, руки-ноги, голова отрублены, и они испугались всем. На них на всех коросты напали. А там ящик был обыкновенный. Но я духовно верующий. Нет. Бог через обыкновенные предметы дает нам приближение к себе. Зачем бы он это делал? И там написано, когда они отправили ковщик, то жители Бевсамиса, жители Бевсамиса, решили посмотреть, а что там в ящике? Ничего нету. Они не опрокидывали, не плевали. Ничего. Слушай дальше. За то, что они неблагоговейно в этот ящик смотрели, Бог, не я, Бог, убил 50 тысяч и 70 человек. Вдумайся в это. Вот сегодня у вас в Мельмурне Бог убил бы 50 тысяч и 70 человек за то, что неблагоговейно к иконам обращались. Как бы мы вздохнули? Неблагоговейно о Божьей Матери рассуждали. Вот внутрь заглянуть. То есть они говорят, а у ней дети были. Они повинны этому самому наказанию. Об этом говорит 1 Коринфянам, 10 глава, 6 и 11 стихи. Это были образы для нас. Поэтому мы должны быть... 1 Коринфянам сейчас... Нет, 1 Коринфянам. 10 глава... 1 Коринфянам. Послание Павла. 10 глава, 6 и 11 стихи. Заучи наизусть. Напиши наизусть. Что все Ветхозаветнее было образом. Чтобы мы не были походливы на злое. Это были образы. Не просто так. Мы читаем Ветхий Завет. Если Бог... Ладно, говори. Вопрос. С одной стороны, я как бы сам учусь. И я очень благодарен, что... То есть я сердцем понимаю, ничего я не разбиваю. То есть я никогда ничего не разобью. Это сейчас. То есть это... Но возмущает как бы перевал... То есть когда заваливается это вот именно в какое-то суеверие. И относительно предметов Божьих. Да, допустим. Суеверное какое-то. И поэтому у меня какая-то вот есть такая вот реакция. Это как... Ну как бы в основном я изучал интенсивно Библию. Там лет 5. Это в общем-то это в секте. Сектанты характеризуются тем, что знают хорошо Библию, но с другой перспективы. То есть каждый со своей. Вот ему вот тут партия задала линию, и он так все как бы в ней знает. Можно же надергать по-разному. И там дай дураку Богу молиться. Он там лоб себе разобьет. И вот вы мне сказали сейчас эти фразы. Я очень-очень серьезно вижу, что сердцем я понимаю, но какие-то вещи конкретно написаны. То есть надо все же самое, только под другим правильным цветом смотреть. Ну ладно. Говори. Конкретный вопрос. У меня есть друзья. Такие, ну как бы все хорошие люди. Очень такие они. Ревностные. Но они как бы иудействуют. То есть это разновидная секта какая-то. Это ДТП. Но суть в том, что они хулят. Начиная от того, что плохо говорят о том, что христиане это там нечистые. Потом то, что у Божьей Матери дети были. Это все вы там ничего не понимаете. Иконы хулят. Ну и там попы это ряженые клоуны. То есть ну просто смеются над этим всем. А вот они как бы у них как бы есть вся правда. И у меня вопрос. Как мне с этим всем быть? То есть должен ли я обрезать что-то? То есть на данный момент я для себя решил, что я это все слушаю и просто говорю, что я не согласен. Я это не поддерживаю. Я так и говорю. Я просто не амин говорю, а антиамин. Они говорят, а что так? Я говорю, ничего не скажу. Нет, вы еще не пригодны с ними беседовать. Это еретики. И об этом мы считаем галатом. Первая глава, 8-9 стих. Запиши. Галатом. Первая глава, 8-9 стих. И сразу запиши. Левитом 10-10. Левит. 10-10. Надо отличать чисто от нечистого. Если они говорят не так, как Слово Божие говорит, и запиши еще Исаия 5-20. Исаия 5-20. Если они говорят не так, как Слово Божие, нет в них света и манафема. И ты с ними... Я знаю, я знаю это. Я знаю, что нет света. Но как мне... Стоит ли с ними порвать? Или же... Порвать. Не подходи с ними. Они заразные. Они не церкви. Ты это понимаешь. Они не в церкви. Они враги Божии. Они враги. Они к евреям... Это распинатели. Их отец дьявол. Евангелие от Иоанна 8-44. Они как бы наоборот евреям попу целуют. У них они еврейские учат. Не надо. Не надо. Вы посчитайте там 6 слов Иоанна Златоуста. Об иудеях называется. В первом томе. А они антихристы. Которые не признали Христа и распяли. Их бог дьявол. Никакого там бога иегова нету. Дьявол. Это дьявол поклонники. Вы понимаете. Вот у Паисия один ученик. Житие святых. И он его там... Ну... Они корзинки делали. Там разные там эти... Половички делали. Рогожки называются. И он пошел продавать. Ну, оттуда, когда вернулся, отче, я продал все. А он проходит мимо, не разговаривает. Он думает, что настоятель-то мой такой. Он второй день к нему. Он молится без него. Вот. Отец. Да что ж ты не со мной-то не разговариваешь? Он говорит, да кто ты такой? Да кто я же твой? Я Назарий там, Николай. Ты же знаешь меня. Не знаю. Я у меня был ученик-христианин. А это пришел вражина какой-то. Как вражина? Я деньги вернул. Слушай. Ты дорогой с кем-то разговаривал, который иудействует? Ну да. С евреем шел. Он тебе говорил вот такие слова? Да. А ты молчал. Молчал. Ну, а потом ты сказал, а может быть так? Так это полное отречение. Уйди отсюда, враг несчастный. Сатана в тебе сидит. Он плакать да плакать. И он говорит, давай молиться. Пастись три дня, не пей, не ешь. И стали молиться. И у него изо рта как пошел дым, как из доминой печи. У него уже сатана вошел. Ты рядом стоишь и не видишь, что они с тобой сделали. У тебя радости нет. Не подходи, покайся, сходи на исповедь. Ты был с ними, ты уже зараженными. Поверь мне, это страшная зараза. Они знают, они говорят, они все против рубят. Они не все. Они хорошо в Библию знают. Я сказал, что больше я говорить не буду на это, но я тебе говорю, что это житя святые говорят. Нет, я читал это. Я читал это. И я пришел. Я говорю, я с этим не согласен. И когда они начали говорить кое-что относительно иудеев, мол, вся эта церковь, она антииудейская, и это все Константина. Я сказал, что так, ребята, насчет иудеев. Всякий, кто будет ругательно и говорить о Христе, мой враг. Если вы считаете, что вы разделяете точку зрения иудеев, то я встаю и ухожу. На что они сказали, что любой враг, который не признает Иисуса Христа за Спасителя. Я говорю, вот, пожалуйста, вот теперь сами думайте. Но часто приходилось просто говорить, нет, не согласен, нет, не согласен. Все. Николай, сейчас попроси, чтобы они символ веры прочитали, Никео Цареградский-то. Они заплетаться будут. А если прочитают? Они Никео Цареградский символ прочитать не могут. Я тебе скажу, где. Не прочитать, думаете? Да, не надо. Ты проверь. Вы прямо читайте мои мысли. Я вот сам для себя вчера решил, распечатаю символ веры и скажу. Мы будем только дальше общаться, если вы полностью подпишетесь под этими словами. Один всякого изъятия. Это основное. Если вы подписываетесь, мы дальше можем говорить с вами, разговаривать, как-то обсуждать, соглашаться, не соглашаться. Молиться мы с вами вместе не будем в любом случае. Вам сколько лет? 42. 42. Ты больше не будешь жить, они тебя убьют. Ты даже не знаешь, какая опасность у тебя. У них есть книга Шульхана Рух, руководство. Найди лучшего христианина и убей. Если они признают, что ты самый лучший. Нет, они христиане, как бы миссиане. Они нет, они христиан за Бога не признают. Они символ веры считать не будут. У нас была одна еврейка, мы ее сразу разоблачили. Вот эти иконы там не так, то другое, крестик снимет. Ты сам видишь, куда уже зашел-то. Ты должен в этом покаяться, надеть крестик и больше не сообщайся с ними. Это зараза, это лютые звери, которые по-своему исковеркают. Они вот так принимают, да мало ли ретиков-то. Две воли или одна воля, уже ересь. Признают иконы? Нет, иконоборческая ересь, 787 год, 7-й Вселенский собор, они не признают. Вот у меня вопрос сейчас сам по себе встал. Нужно что-то решать, потому что это, я знаю, что это, я не могу там находиться. Да. То есть это вредная ситуация. Но вы, вы находитесь, но не разговариваете. Я вот о чем говорю. Вы можете, если это у вас церкви, вы работаете. Вот у нас, у нас-то община, вы видите, как собрания у нас идут. Люди-то пришли отовсюду, неверующие, некоторые волшебцем занимались, некоторые кришнаиты, адвентисты. У нас сейчас все одинаковые. Почему? Мы строго держимся канонов православной церкви. Никео-Цареградский символ, житие святых, святые отцы. На первом месте святая Библия. И ты посмотри, какие люди-то у нас. Как все по форме одеты. У нас ноги не подгибают, как святые говорят. Стоят, как молятся, с места на место не шагнет никто. Почему? Потому что люди сознательно пришли, никого не отвергают. Скажи, как евреи сами по себе для нас недосягаемы, потому что они были Бога избраны. Но щадо Аврааму-то Бог из камней сделал. И мы, говорит, щадо Авраама, как говорит об этом апостол Павел-то. Поэтому благословение Аврааму переходит и на нас. Но мы никогда, нигде не будем хулить евреев. А вот как нацию, но как вот это заблуждение мы обязаны выявить. А они называются мессианские иудеи, мессианские. А встать против него. Что его выявлять-то? Надо не просто выявлять, а встать полный рост против него. Но ты услышал меня. Я тебе сказал один раз, больше не буду говорить. Очень благодарен. Очень много для себя вынес. И теперь все. Буду трудиться. Вот уже со следующей субботы, возможно, начнется какое-то движение. Завтра пойду свечки все эти уже выкуплю. Со следующего уже не будет этих всех. Ну, это как бы игра какая-то, да, сейчас. Она ничего не решит. Но, надеюсь, первый шаг какой-то. Может быть, что-то приду. А вот вы запишите послание Титу 3.10. У вас Библия далеко, нет? Прямо перед носом. Открой. Десятый, одиннадцатый стих. Что ты должен делать? Программа тебе дается. Это говорит Дух Святой, не просто книга какая-то. Дух Святой писали святые Божьи человеки, будучи движим к Духам Святым. А когда ко Христу подходили такие, то это Евангелие от Матфея, 22 глава, 26 стих, 29. Он говорит, заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьи. Считай это Киту. Скажите, это то, что я взял себе на выражение. Я задал тот же вопрос на Ютубе вам. Вы мне не ответили. Да. Он заключался в том, что если священнослужители в лице дьякона и предстоятеля прихода слушают постановления канонов, и то, что ни одно вещь, ни 20 вещей, они даже не хотят двигаться. Они не признают Слово Божие. Они не признают установившиеся условия. Как мне тоже отрекаться? Никак. Ты работай. Я про это говорю. У нас люди были разные. К нам приезжают священники, которые против меня воюют. Но когда мы им с молитвой, мы постелись об этом, им Бог открывает. Никуда. У тебя огромное поприще. Заметь. Еретика после первого, второго разумления отвращайся. Почему? Зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Он сам себе вынес приговор. Это люди, которые на себя руки наложили. Суицид. А с батюшкой как? Они не терпят? И с батюшкой даже работай с ним, благословляйся у него, молись и заботься о нем. Написано, почитай священников. О да, конечно. Это без этого никуда. Меня бы уже давно там выгнали. Я очень... Знаете, вот есть у меня какой-то страх Божий. Я никогда, даже если это его святый, даже если я не понимаю никогда в жизни, не надругаюсь или что-то даже не подумаю плохого. Это для меня святое. То есть я... Ну, не знаю. То есть я очень уважительно... Запиши себе, Николай. Запиши. Руку поцелуй. Я считаю, что... Запиши. Сирахов. Сирахов, 7.33. Есть такое. Так. Бойся Господа и посчитай священников. И давай ему счастье, как заповедано тебе. Плати десятину. И вопросов нет. Потому что кто не платит десятину? Это все лжицы и святотатцы. Это грабители. У Бога воруют. А где написано? Малахия, третья глава, 8-9 стих. Запиши. Малахия. Третья глава, 8-9 стих. Вопрос вы не ответили мне на вопрос. Я не ответил. Вы ночью задали-то. Вы задали ночью вопрос. А утром-то у меня мы два часа... Или нет? Вот сейчас на последний вопрос вы мне так и не ответили. Повтори. Или я так и понял. Да, да. Значит, смотрите. Еретика, который там... Что-то там... Любой конфессии. Раз-два... Отрекай, отходи. Согласен. И спорить не надо. Раз-два сказал, все. А что, если батюшка так же производит своим прямым действием вещи, которые, ну, какие-то небогаугодные, и отказывается слушать? Но смотря что... Он что, не еретик? Нет, надо узнать. Ты сам еретиком его не объявляй. Но если он попадает под этот закон, ты ему скажи, напиши, батюшка, ты же еретик. А нет, пиши архиерею, другого пути нету. Надеюсь, старше. То есть установленным порядком, то есть по порядку, все чинно, благородно, без всяких бардака, то есть один на один. Да, да, да. Это надо быть очень осторожным. Сам себя не бери на себя миссию, а я его еретиком считаю. Так и называется. Нельзя сказать еретик, пока это... Никогда в жизни, никогда в жизни. Только синод может так сказать. А знаете, говорит, каков поп, таков и приход. А мы можем сказать так, вот мы достойны таких священников, когда сами не такие. А когда мы меняемся, и он будет меняться, глядя на нас. Вот на это я и надеюсь. О, молодец. И я надеюсь, что когда мы начнем где-то собираться, среди нас Христос будет, а мы не можем сами церковь править, и тогда Христос возьмется за дело, и начнет дело спориться. Через души, когда мы вместе будем. А я сам ничего не сделаю. Мы сейчас поговорим, и я вам под скайпом скину, где наше книжечко там есть, пособие по изучению Евангелия от Марка. Ты по нему занимайся только. Там так, просчитали, теперь кто как знает, а потом, что святые отцы сказали. И вы увидите, как люди будут сообща уже рассуждать. Ты возьми им этот материал. Лучше этого материала я не знаю. А я 54 года уже работаю. Можно распечатать минимум? Распечатать можно. И кроме того, я кину, что надо распечатывать. А ты по оглавлением посмотри. И обязательно с батюшкой посоветуйся. Там потому что у меня много мест, каноны, каноны. На первом месте Библия, там на каждом шагу. Что святые отцы сказали, и что в житиях святых написано. Я 40 лет собирал материал. Ты расцени это. 40 лет. Я это ему и принесу, потому что, чтобы он, ну, облегчить его жизнь, чтобы, как бы, подготовлю. Вот материалы, если хотите, можете начинать использовать. Чтобы он там не мучился. Для него это вновь. Ну, ладно, на сегодня хватит, наверное, уже. Спасибо большое за ваше время. Большое спасибо. Я очень благодарен вам. Очень благодарен. Во славу Богу. Благослови вас, Господь. Крестик наденьте прямо сейчас и проверьте домашних, чтобы все были ограждены крестом. Есть, там пену с собой нету. Хорошо. Все, с Богом. С Богом. Да благословит тебя Бог. Аллилуйя. Спаси Христос. Как не Филифор похоронился. Вот и я так же. Спасибо.